Вещество этилацетат обнаружено в пробах из канализационного коллектора на юго-западе Москвы. Об этом заявили в МЧС о резком неприятном запахе. Накануне вечером сообщили жители некоторых столичных районов. Этилацетат, этиловый эфир уксусной кислоты, это бесцветная жидкость с ощутимым запахом, растворимая в воде. Пары этилацетата раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей при действии на кожу, вызывают дерматиты и экземы. В начале ноября прошлого года в разных районах Москвы чувствовался сильный запах сероводорода. Росприроднадзор тогда начал проверку ряда предприятий, включая московский нефтеперерабатывающий завод. Позже в СМИ сообщили, что причиной неприятного запаха стала неисправность на московском НПЗ. Ну а что же сегодня? Попробуем разобраться. Нам поможет в этом технический директор независимой экологической экспертизы Александр Кукса. Александр, здравствуйте. Добрый день. Скажите, этилацетат, кто мог вылить в канализацию столичную на юго-западе? Да, так как он используется как растворитель, в том числе для лаков и красок, то его мог вылить кто угодно. Соответственно, либо он вылить был, потому что уже как отработанный материал, то есть там помимо этилацетата могло быть что-то еще. И, соответственно, просто, ну, этилозапах этилацетата, его концентрации перебивают все остальные растворенные в нем вещества. При этом хотелось бы обратить внимание, что не только на юго-западе у нас люди жаловались и в южном округе административном, там, в районе Чертанской точно так же запах ночью очень сильно ощущался. Да там география, на самом деле, достаточно приличная, и в Сокольниках жаловались, и на Маяковской, Лефортово, поэтому на Гатинский затон, там так получается, что... Но, Александр, насколько масштабны вот эти сливы, если так много москвичей так остро почувствовали этот запах? Ну, он более чем масштабный, то есть что-то в промышленном масштабе... То есть это не могла женщина слить свой растворитель для лака для ногтей? Нет, разумеется, нет. То есть это, ну, по крайней мере, точно уж больше 100 литров и на порядок было слито. Ну, он, конечно, достаточно летучей жидкостью является, и сейчас, в принципе, для февраля тепло на улице, то есть это усиливает запах и усиливает, увеличивает концентрацию этого ацетата в воздухе. Но, тем не менее, это именно какой-то промышленный был сброс в сточные воды. А каков... каково воздействие, каков вред, насколько все это долгоиграющая история? Или вот сейчас запах прошел и уже все в порядке? Ну, как? У него достаточно мягкие нормативы, то есть предельно допустимая концентрация в ацетском воздухе населенных мест составляет 0,1 мг на кубический метр. То есть, ну, сравнивая, например, с тем же сероводородом, да, запах которого многие ощущали в ноябре, у него норматив почти в 600 раз предельно допустимая концентрация у тела ацетата более мягкая. То есть он оказывает гораздо менее негативное воздействие на организм людей, на наши органы и на наше общее самочувствие. Александр, расскажите, пожалуйста, где вот он может применяться? На каких заводах? На многих заводах или это какие-то определенные... Вообще, удастся ли концы найти-то, если мы говорим, что многие могут использовать? Ну, он используется и для получения различных эфиров, то есть это какое-то химическое производство, при всем при этом он в том числе применяется как компонент фруктовых эссенций и зарегистрирован в качестве пищевой добавки. Это того самого класса пищевой добавок, который начинает с буквы Е, который очень не рекомендуется к употреблению для людей, которые, скажем так, за этим следят.